Здравствуйте друзья ! Возможно когда вы прочли сейчас название нашей сегодняшней темы, с первого взгляда вам могло показаться, что наша тема больше подойдет для каналов, которые говорят о здоровом образе жизни. Но я хочу пояснить, что сегодня мы с вами будем говорить не столько о медицинской стороне этого вопроса, но больше о духовной стороне. Наша сегодняшняя тема будет немного о другом. Последние месяцы, как вы уже успели заметить, многие страны мира всколыхнула новость о возникновении нового вируса, который назвали коронавирусом. Такое название этому вирусу дали по той причине, что его внешний вид, если посмотреть на этот вирус под микроскопом. Вот вы сейчас видите увеличенную фотографию этого вируса. Здесь можно увидеть, что строение этого вируса напоминает корону. Симптомы болезни, которые вызывает этот вирус, во многом сходны со многими респираторными заболеваниями и похожи на обычную простуду или на грипп. Знаете я часто замечал, что многие верующие люди по отношению к болезням занимают две крайние позиции. Первая позиция, они говорят, я верю в Бога и поэтому я никогда не заболею никакой болезнью, со мной ничего такого плохого произойти просто не может. Это красивая теория, не правда ли? Сторонники этой точки зрения почему-то думают, что поскольку они верят в Бога, то заболеть они никогда не могут. И когда этих людей посещают какие-то болезни или беды, то они разочаровываются и уходят от Бога. Сторонники этой теории, как правило, получают эти свои ошибочные взгляды от некоторых «опытных» членов церкви, которые внушают им эти взгляды, как только те переступают первый раз порог своей церкви. Оглянитесь вокруг и вы встретите много таких верующих, которые почему-то думают, что поскольку они пришли к Богу и стали верующими, то болезни всегда будут обходить их стороной. К вашему сведению эта теория не возникла на пустом месте. Вас наверное это удивит, но свое мнение они основывают на определенных стихах Библии, которые мы с вами сейчас прочтем. Вот одно из таких мест Библии Бог здесь говорит. «Если ты будешь слушаться глаза Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь — Целитель твой» — это книга исход 15 глава стихи 26-27. Что мы видим в этом стихе? Бог говорит, если мы будем послушны Ему, исполняя Его заповеди, то что Он обещает? Он говорит, что «не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет.» Обратите внимание, это Божье обетование, и как всякое обещание, которое исходит из уст Божьих, это обещание дается на определенных условиях. Какие здесь условия? Бог говорит «Если ты будешь слушаться глаза Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами Его» и т.д. Вот такое условие получения этого обетования. Хорошо, давайте еще раз смотрим один текст, на котором основывают обычно свои взгляды сторонники этой теории. Этот текст находится в Псалме, который всем нам хорошо известен. Это 90-й Псалом, и здесь написано следующее. «Он, то есть Бог, избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы.» Это Псалом 90-й, третий стих. И чуть ниже, в пятом стихе этого же 90-го Псалма написано. «Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке.» Т.е. Бог в Библии дает свои обещания, что те кто находится на его стороне и соблюдает его заповеди будут находиться под его защитой. И как я уже сказал многие верующие основываются на этих стихах, приходят к неправильному выводу, и думают что они больше не досягаемы для любых болезней. Скажите, как вы думаете опасная ли эта теория? Очень опасная. Почему? Потому как она приводит людей к разочарованию. Пока в жизни сторонников этой теории все идет хорошо, они с радостью служат Богу, но как только их или их близких увозит скорая помощь, у таких верующих опускаются руки и они уходят от Бога. Но давайте коснемся и второй теории по этому же вопросу. Теория номер два говорит. «Если ты верующий, то ты будешь много болеть, потому как Богу не угодно, чтобы ты был здоров». И сторонники этой теории также основывают свои взгляды на некоторых библейских стихах. Вот например. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает» Это послание к Евреям 12 глава стих 6. Есть еще много стихов которые говорят о страданиях. Я не буду их сейчас цитировать. Вы можете написать в поисковом окне слово «скорбь» или слово «страдание» и поиск по Библии выдаст вам целый ряд таких стихов. И скажите, к чему может привести человека вторая крайность, если он будет верить в то, что он должен постоянно болеть и страдать? Эта крайность приводит к тому, что этот человек не будет стремиться к здоровой и счастливой жизни. Он будет жить как попало, потому как он верит, что чем хуже протекает его жизнь, тем она более угодна Богу. И так два крайних взгляда или две крайности, две диаметрально противоположные точки зрения на одну и ту же проблему. Запомните друзья. Любая крайность по любому вопросу опасна, потому как она приводит к разочарованию. И как же можно примирить два этих противоположных взгляда? Примирить можно только одним способом – узнать всю истину. Я хочу сделать ударение на слове «всю» истину. Истина, как всегда, находится посередине, между двумя крайними точками. И вот как звучит истина. Я сформулирую это следующим образом – Бог защищает своих детей от болезней, но не всегда. Догадываюсь, что некоторые из вас будут недовольны такой формулировкой, но если вы посмотрите на жизнь верующего человека, то вы увидите, что это так и есть. Верующие люди болеют, и мы сейчас с вами коротко об этом поговорим. И постараемся ответить на вопрос – почему болеют верующие люди? Мы знаем, что в мире существует множество различных болезней, но причины почему люди болеют – только две. Я сейчас поясню на основании Библии эти две причины. Причина первая – люди болеют, потому что не соблюдают законы здоровья. Какие еще законы, возможно, спросят некоторые из наших зрителей. Что есть какие-то еще законы? Да, друзья, законы есть. Наш организм был сотворен Богом, и все что в нем, в этом организме работает, все работает согласно установленным Богом законам. Нарушая эти законы мы с вами страдаем. Это просто как дважды два равно четырем. Есть закон, нарушаем закон, и как следствие мы страдаем. Автомобилисты меня сейчас быстро поймут, что я хочу сказать. В большинстве автомобилей заливается либо бензин, либо дизельное топливо, которое в народе называется солярка. Скажите, что будет, если вместо бензина водитель зальет по ошибке дизельное топливо, солярку? У кого есть автомобили, такие люди знают, что это проблема. Если завести двигатель, то он может сломаться. Автомобилисты знают, что это проблема и внимательно смотрят, что они заливают в бензобак своего автомобиля. Но когда касается их собственного организма, они почему-то думают, что туда можно заливать и засыпать все, что им кажется правильным. Меня всегда удивлял такой подход. Люди больше заботятся о своем автомобиле, который в принципе из себя представляет какой-то кусок железа, который при самом хорошем обращении прослужит им несколько десятков лет. И в то же самое время совершенно безразличны к своему телу, которое при правильном обслуживании должно работать 70 или даже 80 лет, а у некоторых может даже и больше. Итак, многие люди страдают, потому что неправильно относятся к своему телу. Они едят все, что видят их глаза. Они едят то, что Бог никогда не давал в пищу человеку. И при этом еще удивляются, почему они болеют. Возвращаясь к коронавирусу. Вы наверное слышали о том, что одна из версий, почему возникла эта эпидемия коронавируса, причина состоит в том, что жители некоторых районов Китая едят летучих мышей, которые заражены этим вирусом. Они заразились, поедая этих мышей, и потом эта болезнь распространилась на другие страны. Итак, можем ли мы сказать, что Бог наказал этих людей за то, что они ели то, что Бог не планировал давать в качестве еды для человека. Будет правильно сказать так. Не Бог наказал, а люди сами себя наказали, помещая в свой организм и поедая то, что было есть нельзя. Библия говорит, безрассудные страдали за что? За беззаконные пути свои и за неправды свои. Это Псалом 106 стих 17. Как называет Библия таких людей? Вы заметили? Библия говорит, что они безрассудные и почему они страдают? Друзья, они страдают за беззаконные пути свои и за неправды свои. Многие люди в нашем мире говорят, что их наказал Бог. Но они ошибаются. Они сами себя наказывают. Когда люди покупают какое-то устройство, например телевизор, то они обычно читают инструкцию. Там написано как правильно пользоваться этим устройством. Но когда дело касается их собственного тела, они считают себя достаточно умными и инструкцию не читают. Я сейчас говорю о Библии. И не читая инструкцию, они не знают как обращаться со своим организмом и в результате болеют и умирают. Да, но многие наверное скажут, не сравните нас с жителями Китая. Мы не в Китае живем и мы не едим летучих мышей и знаете, змей и так далее. Друзья, но вы едите вот это, а может быть еще вот это или вот это. А все эти животные в Библии стоят на одном уровне с мышами. Их нельзя кушать. Послушайте как Бог говорит. «Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякую плотью и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо, обратите внимание, мерзость и мышей, все погибнут, говорит Господь». Итак, кто согласно этого текста погибнет? Ответ находится в 17 стихе. Здесь написано «Погибнут те, которые едят свиное мясо и мерзость и мышей». Все погибнут, говорит Господь. Как называется в Библии свиное мясо? Мерзостью. Некоторые с отвращением отворачиваются от мышей, от летучих мышей, но с удовольствием поглощают свиное мясо. Но Бог оценивает такие действия одинаково. Он называет это мерзостью и, поедая это, люди страдают от различных болезней и даже внезапно умирают. Я хочу сейчас прочитать вам одну цитату из книги, которую я вам очень рекомендую прочитать. Эта книга называется «Основы здорового питания». Автор книги Аллен Уайт, эта женщина написала множество различных книг по различным темам, вопросам, в том числе и по здоровому образу жизни. Информацию, которую она поместила в эти книги, она получила от того, который не ошибается и который сотворил наш с вами организм. И как творец нашего тела, он лучше всех знает, что для нас лучше кушать, а от чего нам следует отказаться для нашей же пользы. Я вам очень рекомендую прочитать эту книгу. А под этим видео я оставлю для вас ссылку на эту книгу, и все желающие из вас могут ее прочитать. А сейчас мы с вами прочтем только одну цитату из этой книги. Вот что Элен Уайт здесь пишет по интересующему нас сегодня вопросу. «От употребления свинины страдает не только тело, но и мозг. Такая грубая пища притупляет духовную восприимчивость человека. Разве может быть мясо свиней здоровым, если отбросы являются их основным и естественным продуктом питания, и они поедают всевозможные нечистоты. А животное тоже состоит из того, чем оно питается. Если человек употребляет свиное мясо и кровь, на его организме непременно скажется воздействие тех нечистот, которыми питаются свиньи». Это книга «Советы по пищу и питанию», страница 393. Итак, многие люди страдают от своих неправильных привычек в питании из-за того, что они сами нарушают законы, которые Бог положил для работы человеческого организма. Итак, мы разобрали сейчас с вами первую причину, почему люди болеют. Но есть еще и вторая причина — люди иногда болеют по воле Божьей. Вы встречали такие случаи, когда человек старается поддерживать здоровый образ жизни и все равно болеет. Вы знаете, я встречал людей, которые болели, я видел как молились за этих людей, и Бог в ответ на молитву исцелял этих людей. Но я также встречал людей, которые, казалось, болели без каких-либо видимых причин. Они не пили, они не курили, они не ели вредную пищу и все равно болели. Такое тоже встречается, не правда ли? Почему такое происходит? Почему иногда наши молитвы о выздоровлении, как нам кажется, остаются без ответа? Я сейчас прочту несколько стихов из Библии. Апостол Павел делится своим личным опытом в этих стихах. Он пишет во втором послании к Коринфянам следующее. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Очень интересный стих, не правда ли? О чем здесь Павел говорит? Если вы прочтете выше с первого стиха этой главы, то увидите, как Павел описывает здесь те видения, которые Бог ему давал. Павел пишет о себе в третьем лице, как о другом человеке. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Павел здесь пишет о себе. И какие картины Бог показывал апостолу Павлу в видении? Куда он был восхищен? Он пишет, что он был восхищен до третьего неба. Подробности Павел не описывает, но на основании этих стихов мы понимаем, что из-за этих видений Павел находился в опасности. Его могли посещать мысли о превозношении, о гордости. Гордость и превозношение — это очень опасно, друзья. И что Бог предпринял, чтобы Павел не начал превозноситься? Павел пишет. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Куда было дано жало? В плоть. Что это за жало? Это какая-то болезнь. Мы не знаем точно, какая именно это болезнь. Знаем только, что Павел говорит. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Кого его? Ангела сатаны. Павел трижды молился о том, чтобы Бог удалил этого ангела сатаны, который давал Павлу эту болезнь. Но ответил ли Бог на молитву Павла? Да, ответил. Но не тем способом, о котором просил Павел. Бог сказал «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Итак, какой вывод мы можем сделать на основании прочитанного? Мы можем болеть по независимым от нас причинам. К нам, как и к Павлу, Бог может допустить ангела сатаны, и он может удручать нас. Мы можем, подобно Павлу, молиться о выздоровлении, и нам будет казаться, что наши молитвы остаются без ответа, потому что Бог будет использовать нашу болезнь, чтобы убрать у нас гордость и превозношение, которые так неприятны ему. Через подобные опыты проходила и вестница Божья Эллен Уайт. Бог ей показал одно интересное видение, и открыл ей, что Он хочет использовать ее для того, чтобы она передавала вести от Бога его народу. Вот как она сама, Эллен Уайт, описывает это в своей книге, которая называется «Раннее произведение». Она здесь пишет. «Придя в сознание, я сильно встревожилась этим видением. Здоровье мое было весьма слабое, а мне было всего лишь 19 лет. Я знала, что многие падали из-за превозношения. И немало не сомневалась в том, что если я допущу подобный грех, то Бог оставит меня, и я несомненно погибну. Я обратилась в сердечной молитве к Богу, и просила Его возложить бремя на кого-нибудь другого. Мне казалось, что я не смогу нести его. Я пала на свое лицо и долго пролежала в таком состоянии, пока не услышала прежние слова «Пойди и возвести другим, что я открыл тебе». В следующем видении я серьезно просила Господа сохранить меня от превозношения, когда я пойду возвещать все показанное мне. Тогда Он, то есть Бог, открыл мне, что моя молитва услышана, и если мне будет угрожать опасность самовозвышения , то Его рука будет на мне, и Он положит меня на одр болезни. Вы обратили внимание? Уайт пишет, что Бог ей открыл, что если ей будет угрожать такая опасность самовозвышения, то Его рука будет на ней, и Он положит ее куда? На одр болезни. Вас наверное это удивит, но несмотря на то, что Эллен Уайт была вестницей Божьей, несмотря на то, что Бог открыл ей причины многих болезней, несмотря на все это, она много болела. Одна из причин, почему это все с ней происходило, состоит в том, что мы только что с вами прочитали. Была опасность превозношения и гордости. Некоторые из вас читали, наверное, уже эту книгу, которую написала Эллен Уайт. Эта книга называется «Великая борьба», но мало, наверное, есть тех из вас, из наших зрителей, которым известно, что перенесла Эллен Уайт, когда писала эту книгу «Великая борьба». Давайте прочтем то, что она писала об этом. Она пишет, что в понедельник мы отправились домой. В поезде мы строили планы относительно написания и публикации книги под названием «Великая борьба». И мы собирались начать работу тотчас же по возвращении домой. В тот момент я была такой как всегда. После прибытия поезда в Джексон мы отправились к брату Палмеру. Мы пробыли в его доме немного, и вдруг разговаривая с сестрой П, я почувствовала, что язык отказывается повиноваться мне. И я не могу произнести того, что я хочу сказать. Язык казался большим и онемевшим. Странное, неприятное чувство пронзило мое сердце. Прошло через голову и охватило правую сторону. Некоторое время я была без сознания. Но голос искренней молитвы пробудил меня. Я попыталась пошевелить левой рукой и ногой, но они совершенно не слушались меня. Поначалу мне казалось, что я умерла. Это цитата из книги «Избранные вести» со страницы 99. Продолжая, Лен Вайт пишет. «В течение нескольких недель я не чувствовала ни прикосновения руки, ни холодную воду, которую поливали на мою голову. Пытаясь ходить, я часто шаталась и порой падала на пол. В таком состоянии я начала писать великую борьбу. Поначалу я могла писать по одной странице в день, потом по три, и по мере того, как я продвигалась вперед, я крепла. Казалось, что нечувствительность головы не затемнила мой рассудок. И еще до того, как я завершила этот труд, последствия удара совершенно исчезли». Бог часто поступает подобным же образом и с нами. У нас возникает гордость и превозношение. И Бог допускает проблемы у нас в жизни, в том числе проблемы со здоровьем. А мы молимся и не получаем ответ на нашу молитву. И разочаровываемся и уходим от Бога. Нам кажется, что Бог нас оставил и забыл. И еще, наша жизнь иногда бывает еще горше из-за того, что некоторые не совсем мудрые, так скажем, члены церкви, такие же как были друзья Иова, приходят к нам и говорят то же самое, что говорили Иову его друзья. Они говорят «Наверное, ты живешь во грехе, и из-за этого Бог посылает тебе болезнь». Вы понимаете, не всегда болезнь может быть результатом того, что мы живем в открытом грехе. И так мы с вами выяснили, что бывают две причины болезни. Первая — мы болеем из-за того, что неправильно обращаемся со своим организмом. И вторая причина — Бог допускает болезнь, чтобы отвести от нас гордость. Друзья, нам не следует бояться ни коронавируса, ни каких-либо других вирусов. Кстати, вы когда-нибудь интересовались вопросом, сколько разновидностей вирусов существует на нашей планете? Ученые предполагают, я нашел эту информацию в интернете, что вирусов около 100 миллионов. А тех, от которых болеют люди, что-то около 500 разновидностей. И они могут изменяться и мутировать. То есть в такой обстановке мы с вами находимся под постоянной атакой этими вирусами. Но тот, который сконструировал наше с вами тело, знает, как нам нужно обходиться с нашим организмом, чтобы вирусы не смогли причинить нам вреда. Вы конечно помните этот эпизод из Библии, в котором рассказывается о том, что Даниил ослушался однажды царского указа и был за это брошен в львины ров. Что там произошло? Съели ли львы Даниила? Нет. Почему не съели? Даниил в разговоре с царем сам отвечает на этот вопрос. Давайте прочтем. Даниил сказал. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист, да и перед тобой, царь, я не сделал преступления. Скажите, разве Бог может заграждать только пасти львов? А что по поводу вирусов? Может ли Бог заграждать пасти вирусом? Конечно же может. Друзья, Бог, которому мы служим, является всесильным. Это одно из его имен. Бог всесильный не только в макромире, но и в микромире. Он управляет всем тем, что он сотворил. Он управляет сатаной и его ангелами. И без Божьего разрешения они не могут к нам прикоснуться. Голодные львы сидели и смотрели всю ночь на Даниила. А Даниил наверное смотрел на них, но к Даниилу они так и не приблизились. Даниил говорит. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне. Вместо слова львы мы с вами можем подставить слово например коронавирус или любой другой вирус. Конечно же мы должны со своей стороны придерживаться законов здоровья. И после этого мы не должны больше волноваться. о том что мы можем подвергнуться атаке со стороны каких-либо вирусов. Мы можем сказать как сказал однажды Даниил. Бог мой послал ангела своего и он заградил пасть коронавирусу и он не повредил мне потому что я оказался перед ним чист. Единственный вирус которого нам действительно следует опасаться и остерегаться это вирус непослушания Богу. И еще известно ли вам то что вирусы существуют не только в физическом мире но и в духовном мире. Эти вирусы в духовном мире мы называем обычно ложными учениями. Апостол Павел так писал об этом во втором послании к Тимофею. Он здесь пишет. И слово их, то есть тех которые распространяют ложные учения, и слово их как рак будет распространяться. Таковы и Меней и Филит, которые отступили от истины, говоря что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Вирусы ложных учений в духовном мире распространяются точно так же как распространяются обычные вирусы в физическом мире. Если буквальные вирусы разрушают наше физическое здоровье, то духовные вирусы, то есть ложные учения, если им не оказать сопротивления, разрушат наше духовное здоровье. Павел здесь говорит о том, что эти духовные вирусы могут разрушить. Он пишет, что те вирусы, которые распространяли эти два человека, которых звали и Меней, и Филит, они этими вирусами разрушали у некоторых людей что? Веру. Вот чего нам нужно действительно остерегаться с вами. Нам нужно с вами запомнить, что автором всех болезней и вирусов является сатана. Он является автором как вирусов, которые есть в физическом мире, и он же является автором вирусов, которые есть в духовном мире, то есть ложных учений. В этой же книге «Великая борьба» Вестница Божья пишет о том, что делает сатана. Цитата. Давайте прочтем. «Представляясь людям как великий врач, который желает и может исцелить все их недуги, он принесет болезни, он, сатана, принесет болезни и бедствия, и многолюдные города превратятся в опустевшие груды развалин. Он заражает воздух смертоносными испарениями, и тысячи погибают от эпидемий. Подобные губительные нашествия болезней становятся все более частыми и опасными. «Смерть настигнет и животных, и людей» Эллен Вайт «Великая борьба» страница 589. Еще я хочу отметить, что весь мир сейчас принимает самые активные меры для того, чтобы защитить себя от вирусов, которые могут привести к болезни и смерти человеческое тело. Но почему-то мало кто заботится о том, чтобы защитить себя от вирусов, которые могут так повлиять на наше мышление, что мы потеряем жизнь вечную. Один из самых сильных духовных вирусов нашего времени называется экуменизм. Этот вирус сейчас активно действует на нашей планете, и люди зараженные этим вирусом говорят, что не важно во что вы верите, главное нам нужно быть всем едиными. Мы же все верим в одного Бога. Весь мир в самое ближайшее время попадет под влияние этого мощного вируса. И в результате этого весь мир объединится в единый союз, который в Библии назван Вавилоном. Вам наверное будет интересно узнать о том, что в арсенале сатаны есть два духовных вируса, противоположных по действию. Это два ложных учения. И он, сатана, уже испробовал эти два своих духовных вируса на израильском народе. До вавилонского пленения сатана внушил израильскому народу соединяться с другими народами. И мы с вами знаем, что ему это удалось сделать. Израильский народ начал поклоняться богам, которым поклонялись их языческие соседи. И в результате этого смешения с языческими народами, Израиль был уведен в плен на 70 лет в Вавилон. Вернувшись из Вавилона, израильский народ хорошо усвоил этот урок, который преподал им Бог. И они постарались насколько это было возможно дистанцировать себя от других народов. И сатана видел, что теперь этот народ был готов к тому, чтобы получить заражение, образно говоря, другим вирусом. Вирус, который назывался национальное превозношение. В одни земной жизни Христа этот вирус, превозношение, национальная гордость настолько сильно действовал в народе Божьем, что они считали себя людьми высшего сорта. А все остальные языческие народы они называли псами. Помните, как однажды Иисус разговаривал с Хананьянкой, которая шла за ним и просила его исцелить ее дочь? Что тогда ответил Иисус, и почему Он так ответил? Давайте прочтем об этом в Евангелии от Матфея в 15 главе стихи из 26 по 28. Здесь написано, Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить кому? И бросить псам. Кого Иисус здесь назвал детьми и кого Он назвал псами? Дети это израильский народ, а псы это язычники. Многих это место Библии смущает. Они говорят, вы же говорите, что Иисус всех любит. Почему же Он одних назвал детьми, а других назвал псами? Иисус любит всех людей, друзья. Для Него не важны кастовые, знаете, религиозные, национальные или расовые различия. Но говоря эти слова, Иисус хотел преподать урок своим ученикам, которые были заражены. Они были заражены, обратите внимание, они были заражены этим вирусом, вирусом превозношения над другими народами. Они считали другие народы псами, недостойными спасения. Они были заражены сатанинским вирусом исключительности. Иисус должен был преподать ему рог. И когда женщина сказала ему, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Это Евангелие от Матфея 15 глава стихи с 26 по 28. Вы видите, как сатана действует в этом мире. Если ему не удается заразить жителей нашей планеты одним вирусом, и он понимает, что сейчас они к этому вирусу еще не готовы, то он их заражает другим видом вируса. Я имею ввиду духовный вирус сейчас. И как же нам можно защититься от духовных вирусов, спросите вы? Очень ясный ответ можно найти и в Библии, и в книге «Великая борьба». Давайте прочтем ответ на этот вопрос. Элен Уайт здесь пишет в книге «Великая борьба». Она говорит, «Лишь те, которые укрепили и обогатили свой разум библейскими истинами, смогут устоять в последней битве». Вы видите, любому вирусу, любым ложным учениям можно противостать. Каким единственным способом нужно укрепить и обогатить свой разум библейскими истинами. И тогда вы сможете устоять в этой последней битве. Я хочу окончить нашу сегодняшнюю тему о вирусах и не только о вирусах. Я хочу окончить эту тему перефразировав то, что однажды написал апостол Иоанн в своем первом послании. Он здесь пишет «Дети, храните себя от идолов». Если бы апостол Иоанн писал сегодня свое послание, то он эту же мысль мог бы выразить немного иначе. Он бы сказал «Дети, храните себя от духовных вирусов. Аминь». О, если бы и Ты, хотя всей Твой день, узнал, что служит к миру Твоему! Но это сокрыто ныне от глаз Твоих, ибо придут на Тебя дни, когда враги Твои обложат Тебя окопами, и окружат Тебя, и стеснят Тебя отовсюду, и разорят Тебя, и побьют детей Твоих в Тебе, и не оставят в Тебе камня на камне за то, что Ты не узнал времени посещения Твоего. Это слова Христа об Иерусалиме, а вернее, о людях, которые считали, что владеют истиной. Но слова Спасителя предельно ясны – погибнете, вам нет дела до Сына Божьего. Почему это произошло? Потому что не были приготовлены, поскольку не узнали время посещения их Богом, время которому не придали значения, ели, пили, женились, просто жили, и этого оказалось достаточно, чтобы услышать из уст Спасителя, который пришел спасать приговор. Знаем ли мы, в какое время живем? Придаем ли значение этому времени? Слышим ли голос Спасителя, обращенный лично к нам? Отвечаем ли ему? Или, быть может, как те иудеи, две тысячи лет назад думаем, что у нас все хорошо, что мы достаточно образованы, и вполне мудры, чтобы отличать зло от добра, а истину от заблуждения? Возможно, мы даже посещаем церковь, соблюдаем праздники и стараемся жить честно, насколько это возможно. Если так, то что мы ожидаем услышать от Спасителя, если прямо сегодня Он вернется, как и обещал? Что Он скажет, обозревая уже наш город, как когда-то Иерусалим? «Великая борьба» – это книга, которая раскрывает перед нами грандиозную панораму глобального обмана. Обмана, автором которого является князь зла, а исполнителями те, кому мы привыкли доверять. Обмана, который призван усыпить бдительность людей, чтобы они думали, что знают истину, чтобы верили, что поступают правильно, чтобы надеялись получить спасение за добрые дела и многочисленные обряды. Эта книга, опираясь на исторические факты и библейские пророчества, ясно показывает, что великая духовная борьба, начатая еще на небесах, никогда не прекращалась, и нынешняя самонадеянная религиозность людей, как и тогда, две тысячи лет назад, всего лишь ловушка, цена которой – смерть. Книга «Великая борьба» поможет принять решение стать на сторону истины, узнать все о прошлых временах, верно оценить настоящее и приготовиться к будущему, торжественному времени великого посещения Богом нашего мира. Христос грядет! Ссылки на книгу в текстовом и аудиовариантах можно найти в описании к видео.